Добрый день, Дарфейд. Он взрослой. Идем? Да. Так, ну что, исполнитель службы, мы пришли в нее. Мы пришли к старшему адресованному реконавцу Луковской людьми Ленин Диме. Здравствуйте. Все по-моему, проходи. Можно поговорить? Вот так спрашивают. Вы же по улице Луговой. По поводу чего вы пришли? Мы просто писали по должнику, по должнику Александру Сергеевичу. Писали письмо. Когда вы писали? 13.12, вы его получили 17.12. У нас все документы есть. Можно посмотреть? Конечно. По поводу долга за что? За все. Вы прочитали? Прочтите и дайте нам ответ. Я просто не могу понять, за что долг. Поэтому я и хочу сориентироваться штрафом. Я не знаю, за что долг. Можно на ваши документы что-то? Столько? Конечно. А от нас что приходило вам? Ничего, от вас ничего не приходило. Долг за все. Ну, в смысле? Ну, мы же по улице Луговой спрашивали. Мы вам отправили информационный запрос. Вы нам ничего не приходили. Долгая девушка здесь. Она сказала, что передала документы вам, куда я к вам приходил. Ну, не очень. Поопределитесь. Вы по этому району? Нет. Я просто вас спрашиваю, за что у вас долг. Есть люди, которые определенно на этой территории занимаются. Луговой. Луговой занимается не этот кабинет. Поэтому я вас и спрашиваю. Вы можете зайти в канцелярию и уточнить, кто занимается улицей Луговой. А вы все должны посетить в кольцах? Я занимаюсь штрафами по другим улицам. Поэтому у меня улицы Луговой нету. Я не могу понять, почему вы ко мне подошли. Ну, вы же так же дежавному каналу. Просто не логать вещи. Действительно. Как там. Если бы было просто. Что ты делаешь? Вам третий кабинет. Мартынова Татьяна Федоровна. Спасибо. Да, да, да. Третий, да? Здравствуйте. Да, да, да. Добрый день. Заходи. 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 Это вы вам отправляли информационный заказ. Вы его получили. А ответа нам не дали. А что ты? Да. Я не буду, чтобы снимали меня. Вызывайте 102, пусть вы разберутся, что это за беспредел. Не будете. Вы что, не хотите работать? Не будете. Журналист на работе работает. Он не имеет права собирать информацию. Он ее собирает. А работе вы служишь. Спасибо за запросы. Просто еще обрабатывается. Ничего себе женщина. Вы посмотрите, когда отправились. Сколько он еще год будет обрабатываться или два года? Да. Подождите, а мы отправляли ответ. Да. Мы отправляли ответ. Мы отправляли ответ. Дайте нам тогда копию того, что вы отправляли. Угу. А то у вас у всех такое удивленное лицо. Постойте. Сейчас открою. О. Нет, нет. Вы мне должны написать заявление. О том, что вы отрывали. Да? Конечно. А какие это написано? В законе такого не написано. Какое заявление? О том, что вы отрывали. Он же когда письмо получает, он же не пишет заявление. Замечательно. Напишет заявление. Получила. Такое сегодняшнее чувство. Поскольку вот эта женщина хочет пойти в суд. Я не хочу пойти в суд. У нас так положено. Кофе дайте нам. У нас так положено. Положено? У нас так положено написать о том, что полония играет. А в законе что там наложено? В законе что там сделано? Одну секундочку. Пиши два заявления. Мы сейчас зайдем в канцелярию. Окажите помощь гражданам. Просто. Шовы компьютеры, мало лица. Два лица там есть. Дайте. Ручку дайте. Какую? Так, молодцы. Пиши. Пиши. Я думала, что вы уже начальник выдавил. Я сказал, что вы уже говорили. Ну вы знаете, что вы написали? Конечно, знаю. Хорошо. Да, можете подъехать. А, идем мы напишем начальника, наверное. Я ручку занесу. Ручку мы занесем. Не перебивайте. Замечательно, нет? Идем. Не перебивайте. Немає жодного. Открыть выраженку. Давай, давай. Заходи. Заходи, заходи, заходи. Ну, к вам можно подождать? Я не сам. Проходи. Вот с должником вашим яхтом. Добрый день. По поводу того, что в ваших руках не включает Володина на информационный запрос. Кто-нибудь. Госпожа, как я? А вы, как я? Журналист. Кто-кто? Журналист. Госпожа какая? Корниенко, если не ошибаюсь. Корниенко, я. А вы Корниенко? Сейчас. Мартынов? Может быть. Ну, в соседнем кабинете. Татьяна Григорьевна. Вручено вот этот ответ нам только сегодня. Дайте, пожалуйста. Только через месяц. Кобсагеров направлен в два информационного запроса. Ну, вы говорили у Мартынов? Да, Мартынов. И что Мартынов отвечает? Отвечаю, что якобы у нее все красиво и все это во время отправляло. Почему сейчас нас требуют написать заявление о том, что мы получили только сегодня, а не в пять рабочих них. Посмотрим на законы. Вот смотрите, мы отправляли запрос информационный. Вот вы получили. А нам отправлен. Почему ваши государственные исполнители очень хитроумные? Ну, давайте не будем зараскивать государственные исполнители, пожалуйста. Да. Давайте мы сделаем... Вот я вижу государственные исполнители, с которыми можно сделать вывод, какой он недобросовестный. Потому что я с ним имел дело работы. Ну, давайте мы сейчас берем конкретно об этом запросе. Давайте сделаем так, Улья Анатольевна. Возьмите этот запрос, пожалуйста. Поднимите это производство, по которому был сделан запрос. И ответьте уважаемым журналистам. Вы представитель есть, да? Да. Пройдите, пожалуйста. Нет производства, это просто был информационный запрос. Пожалуйста, пройдите за вас, разберетесь и вам дадут разумительные ответы. Ну, я же вам ответил, вам два раза повторит. И требует заявление какое-то. Ну, я вам еще раз сказал, пройдите, пожалуйста, с Ульей Анатольевым. Давайте подберем этот документ, мы заберем, чтобы мы его открыли. По своему документу найдете, да. Что, курить там? Трекид заходит? Можно, да? Можно, да? Можно, или наше. Курьера, да? Может, это было еще не отправлено? Может, это было еще не отправлено? Сейчас. А есть у вас завтра с курьера, что отправили? Ну, сейчас нам будем искать. Курьера у вас... Все много времени, я вас очень прошу. Подождите, пожалуйста, я буду искать. Потому что, в таком шинолке, когда вы стоите над морем, по-воему. Чего? То это очень неприятно. Поэтому я сейчас буду искать, пожалуйста, ожидайте. Да. Может, даже. Мама, привет. Не-не, давайте еще раз. Потому что это прошлый год, и нужно, чтобы мы не были поискать. Курьеры вас отправляют очень много, но это... Елена, Елена, смотри, что на двадцать лет здесь надо не поставить. Что, выдано сегодня? Я поняла. Что, что так? Халатно относится к своим обязанностям? Я не халатно отношусь. Все хорошо. Да не видно, что вы ответственно относитесь. Пожалуйста, для себя. Выдано 23 января по Сибирьку под роспись. Не вопрос. Пишите. Просто вы того, что сказали, я халатно отношусь. Вы видели прекрасно даты, сроки. Как я вам показывала. Все было отправлено в Сибирьку. Но, что вы не получили... Одну секунду. То, что не получили, это почта виновата. Правильно? И отправились в Белобудину. Почта плохая. Все ясно. У всех государственных органов почта плохая. Почта не работает. У них там вообще завал. Они выкидывают письма. Исполнители государственных. Ну и тому подобное. Сибирька. Не, 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 не. Не, 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 не через курьера. Курьеры доставляют нормально. Ну... То есть моя вина? Нет, вина курьера. Я же отправила Бог. Можно? Пожалуйста. Я же отправила Бог. До свидания. Суд, да? Суд, да? С вами, да? Можете выручить? Нет, это я не выручить, это только доказательство того, что мы отправили. Реестры. Курьер. Они получили 21-12 конвертик для того, чтобы вам отправить. Вот поспирка, луговая, адрес. Вот они потом присылают к нам. Конечная дата получения была 27-12. И вот они нам прислали реестр, где они уже пишут, получили, не получили. И здесь, я только что видела. Сейчас, секундочку. Вот. Поспирка назявился за утренением, за всплывом строкосборигания. То есть они якобы присылали, но я не знаю, не могу отвечать за тот курьер, потому что это как бы другая организация. Они присылают уведомления, чтобы пришли, получили к ним. И эти уведомления, как бы, должны были прийти, получили. Заснимите, что вручено, неизвестно кому какому курьеру. Вот в реестре. Кому, кому. Вот видите, за того особо и оказывается. Неизвестно и как. А теперь давайте конкретно... Подождите, подождите. Концовочка. Вот печати у нас стоят. Печать и подпись. Дата отримания. Замечательно. Курьер Панова. А теперь объясните, пожалуйста. Вот поспирка ОС, да? Ну, опустим, что это может быть Олег Сергеевич или кто-то другой. Как это видно, что это конкретно ответ на интернационный запрос? Видите, что дыроколом пробито. Ну, как это? Можно ответ на исходящий номер должен быть. Это для нас номер участка исходящего номера. А, это реестр для вас. А каким образом этот реестр... Подождите. А у вас есть же, наверное, по всей вероятности конкрет, в который вам курьер вернул, что не вручили? Покажите. Это, опять же, нужно. У меня его лично нету, потому что это... Ну, вам же возвращают эти конверты? Да, возвращаю. А покажите нам этот конверт. Ну, тогда подождите еще время. Еще подождать. Ну, конечно. Ладно, будем ждать. Вот пришли мы в Комсомольскую исполнительную за ответом на информационный запрос. Ну, копию ответа мы получили, требовали написать заявление. Показали якобы кому-то курьеру, а не вручали непонятно какому. И курьер, якобы я не явился на почту забрать у курьера письмо. Вот взяли копию, выданную через 40 дней. Уважаемый Константин напишет в суд заявление, почему так наплюют они на все сроки, которые в законодательстве Украины? Господин начальник Комсомольского ДВС, Корниенко будет являться к нам в окружной суд.